Итак, мои дорогие, вот это слово, это слово «спасибо». Когда мы просыпаемся утром, мы говорим, что «мудэ ани, благодарю тебя». Жизнь евреев всегда должна начинаться и заканчиваться со «спасибо». Без «спасибо» ничего не будет. Говорила бы из Гуа, если бы еврейский народ выйдет из Египта, в первые три дня, когда у них было больно, было тяжело, не было мяса, не было воды. И они забыли моментально. Десять красней, из-под из Египта, Красный море, все забыли, начали жаловаться. Если бы евреи бы не жаловались, а сказали бы вместо одно слово, это называется «спасибо Богу», помолились бы и благодарили бы Его, а они не должны были соприться за пустынью, а зашли бы сразу бы вызвали. То, что мы плакируем Творца, мы не даем Ему нам помочь, это наша неблагодавность, это наша жаловка, это наши мысли. Что пишется в Кабале, когда человек думает негативно, он создает негативного ангела. Он думает позитивно, он создает позитивного ангела. Он делает яния, грех, он создает себе негативного ангела. Делает митцебу, создает позитивного ангела. Это то, что называется у нас аула. И по этим ангелам, по твоим мыслям, по твоим деяниям, так тебе творится, тетя. Зато у нас так важно молиться каждый день. И утром, и днем, и вечером. И до еды сказать спасибо, и после еды. И твили надеть, и зажать с собой пенесвечи, и пойти всем на Богу, чтобы быть им всегда связанным, чтобы сказать эту молитву, это слово спасибо. Однажды были два великих хасида, Хабизуша и Элимелых из Янбли. Они попадают в тюрьму в России. Их бросают в тёмную комнату. Им плохо, им темно. Сорок зеков с ними сидят, смотрят на этих бородатых евреев с непониманием. И в этот момент они видят, что в комнате находится горшок с парашем. И говорит тогда Елимелых, Суша, Суша, я не могу помолиться Богу. Я всю свою жизнь ни один раз не пропустил молитву. Никогда. Но именно в самый тяжёлый момент моей жизни, в самый трудный, я должен сейчас не молиться. Потому что по Аллахе, по рейскому закону запрещено Елимелию молиться там, где есть чистота, там, где есть лес. Я в теплесе неплохо. И говорит ему, что Суша, не грусти. Когда ты в последний раз в твоей жизни исполнил заповедь, не молиться в нечистом месте. Никогда. Ты должен радоваться, что Бог тебе дал такую возможность в нервы в твоей жизни. Вот для этого тебе придётся вот так эту тюрьму. Чтобы ты один раз смог исполнить заповедь, не молиться в нечистом месте. Но когда ты плавал, я никогда не имел никакой возможности. Спасибо Богу за это. И что, Хасиды, делают в такой момент свежитими? Что они делают? Танцуют. Танцуют. И они начали танцевать и радоваться. А за ними вся тюрьма, все степи. Начала с ним есть вся свадьба. И вдруг. И вдруг в этой свадьбе заходит надзорщик, надзиратель. Что за свадьбу тут открыли в тюрьме? Что происходит? Говорят, зэки это всё эти явления. А почему они радуются? А они нашли через этот горшок новую связь с Богом. И они это отмечают. Так говорит им надзиратель. Уберите горшок. Они убрали горшок и начали молиться Богу. То, что говорится, земха, поэта, где это наша радость, ломает все поверье и дает все блоки. Но наша милая Бога, нашим Богом, нашим молитвам, может всё плачь, как хонокальное чудо. Так что давайте, мы такие что делать? Да, Нотца? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok